Книжное издание под названием «Гордость советской Белоруссии» открывает книжную серию «Славные имена Белой Руси». В эту книгу входит целый перечень историко-биографических очерков о выраженцах Белоруссии. От государственных деятелей, например, как Пётр Миронович Машеров, до известных спортсменов и артистов, например, четырехкратной олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике Ольги Корпут. Итак, со знанием дела Тамара Глазкова может рассказать буквально о каждой книге, вошедшей в развернутую выставку «Белорусский шлях. Одинство лёсу». Сотрудниками областной библиотеки имени Горького бережно отобрана целая летопись исторического прошлого нашей страны, а книги – его свидетели. Наша выставка – это своеобразная летопись борьбы белорусского народа за своё единство, которое было восстановлено в 1939 году, единство, которое позволило нам и в дальнейшем выстоять, особенно в тяжёлые годы Великой Отечественной войны, в послевоенные годы, создать своё суверенное государство и активно отстаивать свой суверенитет и независимость в нынешнее очень непростое время. На нашей выставке собраны в первую очередь документальные и исторические материалы, первоисточники, которые проливают свет на события 80-летней давности, научная литература, художественные произведения, а также, конечно, литература о современной Белоруссии, в том числе и публикации из периодических изданий. На презентацию выставки в этот день пригласили учащихся приборостроительного колледжа. Сегодня редкий подросток увлечён чтением книг об истории нашей страны, а не различными развлекательными интернет-площадками. Поэтому такая встреча и экскурс в историю, знакомство с раритетными изданиями стали для подростков неожиданным открытием, а также поводом задуматься о многом. Для того, чтобы нам, молодому поколению, строить будущее, нам необходимо знать о том, какое у нас было прошлое и настоящее, и изучать то, что было до нас. Проблема нашего поколения в том, что оно очень мало читает, не ходит в библиотеки и не сам развивается. Я надеюсь, что это мероприятие вызовет интерес к истории своей страны и к чтению. Для того, чтобы вызвать интерес к чтению, особенно книгам, посвящённым истории нашей страны, в рамках недели народного единства и недели библиотек запланированы и другие не менее увлекательные мероприятия. В рамках недели народного единства на YouTube-канале библиотеки можно следить за поэтическим челленджем «Родимые условия», в котором учащиеся школа гимназии города Бреста читают стихи поэтов-земляков, уроженцев Брещина, юбиляров 2021 года. В рамках недели в библиотеке организованы тематические выставки, в том числе «Полеская местечка Мотль» из цикла «Города и люди». Это выставка литературы из периодических изданий, которая посвящена самой большой деревне не только Брестской области, но и Беларуси. Завершится неделя народного единства 21 сентября открытием масштабного выставочного проекта «Библия на Беростейщине». Людмила Логодич, Эдуард Бакунович и Юрий Лемонтович, телекомпания БОК-ТВ.